Всем большой привет! Видео получилось очень информативное и насыщенное, поэтому я буду стараться все быстренько рассказать. Сегодня я вас познакомлю с фирмой Neonail и с новыми зеркальными хлопьями, которые называют юки. Самое главное, мы будем делать с френч стык в стык. Такой хэштег я увидела под фотографией в интернете. И предположила, как его можно сделать с гель-лаков. По сути, я сделала две работы в одной технике. Одна это будет классический френч, вторая работа цветной, креативный и очень интересный френч. Цвета могут быть абсолютно разные, но суть остается одна. И она в том, чтобы не наваливать груду материала на кончики ногтя, как мы это делаем по старой технике. Накладывая слой камуфляжа, на него еще цветной слой френча. И это для коротеньких ноготочков достаточно грубо смотрится. С этим способом будет все по-другому. Смотрите, как некрасиво это обычно выглядит, даже на белом френче. Представляете, что на цветном было бы. А с этим способом мы получаем аккуратные кончики с креативным дизайном. Это те материалы, которыми будем выполнять работу. Гель-лаки фирмы Neonail. И много-много дизайна. Все заказано с магазина Im Cosmetics. Ссылка в описании под видео. В процессе я буду показывать цвета гель-лаков, чтобы не тратить время на выкраску. Подготавливаю ногти, обезжириватель и праймер. База, конечно, жидковатая. Много материала не положишь, растекается. Небольшими слоями отлично выравнивается. Или же можно присыпать на нее акрил. Кто не знает, как это, смотрите вот это видео в уголке. На ноготках у меня осталась камуфлирующая база, поэтому они розовые. Крываю этой базой и сушу в лампе. Для выполнения классического френча я взяла вот такие вот цвета. Номерки вы увидели. Каплю белого выставляю на палитру, чтобы было удобнее набирать кистью. Кисть может быть абсолютно любая, тоненькая и желательно мягкая. Я выставляю вначале высоту усиков и уголки. И потом соединяю их. Далее сглаживаю и выравниваю улыбку. Не забываю про торец. То же самое с остальными ноготками делаю. Белый этой фирмы, если наносить как обычный цвет в два слоя, будет яркий. Но в один слой на френче смотрится нежно и более натурально. Несмотря на то, что основа бывшая у меня неплохо смотрится как для френча, я все-таки нанесу цвет, потому что он очень нежный и красивый. Ручки с ним выглядят чисто и опрятно. В этом я убедилась, когда поработала этим цветом на клиентах. Он отлично подходит к светлой коже рук. Не слишком розовый и не совсем персиковый. Выравнивается хорошо и в один слой вполне можно оставить. Кистью с баночки прокрашиваю кутикулу, затем переворачиваю руку и подталкиваю к френчу. Кисть очень мягкая и позволяет это сделать практически идеально. Там, где необходимо, можно доработать кистью тонкой. Этот цвет будем оставлять в один слой, так что стараемся не оставлять проплежи. Миленько, правда? То же самое делаем на всех ноготочках. Безымянный пачек я присыпаю снежком, который придает бархатный эффект. Только не забудьте стереть липкий слой из френча, а то и к нему тоже прилипнет. Сыпем на непросушенный розовый и отправляем в лампу. Ну и конечно же финиш. Такой густотый финиш мне очень нравится. Единственный минус это запах. У базы и у финиша этой фирмы достаточно сильный неприятный запах. После просушки вытираем остаточную липкость клинцера. В итоге получились нежнюсенькие ноготочки, на которых ровный блик получился и нет абсолютно ступеньки на стыке френча. Поэтому метод работает. Но теперь перейдем к выполнению более агрессивной версии френча, в которой будут использованы яркий розовый и сиреневый. Подготовка ногтей все та же, только с базой я убрала липкий слой и забафлю немного кончики. Также начинаю рисовать сам френч. Мне кажется удобнее начинать, когда сразу можно увидеть ширину улыбки. Но можно и вначале закрасить ногтевую ложь. На безымянном пальчике кстати так и получится. Вначале я зарисовываю уголки, контролируя высоту усиков. Потом соединяю их и выстраиваю ширину френча, такую какую мне хочется. Цвета этой фирмы очень красивые и яркие. Имеют какую-то желеобразную текстуру. Мне кажется отлично подойдет новичкам в этом деле. Так как материал стоит на месте и не течет. В один слой цвет конечно бледнее, чем в баночке. Но советую не накладывать на френч большую каплю материала. Будет толсто. Лучше два очень тоненьких положить. Вообще не торопитесь, сейчас мы прокрасим сиреневым ногтевое ложе и розовый еще себя проявит. Я просушиваю каждый пальчик в лампе, чтобы гель-лак не скатывался с кончиком. На безымянном пальце я сделаю наоборот. Сначала ногтевое ложе выкрашу, а потом уже подстрою френч. Это нужно для выполнения дизайна. Поэтому сейчас я его пропускаю. После просушки френча в лампе, вот этим сиреневым цветом заполняем ноготок. Перед этим я отодвину пушером аккуратно кутикулу, чтобы глубже можно было положить гель-лак. И аккуратней будет вид. Делаю это точно так же, как и в первом варианте с классическим френчем. Сначала кистью прокрашиваю кутикулу, потом переворачиваю пальчик и прокрашиваю у линии френча. Если где-то необходимо, прокрашиваю еще в дополнение тонкой кистью. Получается очень необычный дизайн, нестандартный, я бы сказала. Кстати, цвета можно брать абсолютно разные. С черным цветом сочетается любой, если у вас небольшая палитра оттенков. Мне уже очень нравится, и хотя времени может отнять больше, чем обычно, это все дело практики. Кстати, многие клиенты почему-то не любят френч в классическом исполнении и просят зачастую цветастые. Возможно, вы уже видели такие работы в моем инстаграме. Теперь с легкостью буду выполнять такие креативные френчи, и при этом кончик очень аккуратный и тоненький остается. Ширину френча контролируйте сами по своему вкусу. Главное, чтобы на всех пальчиках он был одинаковый. Я люблю не широкий, не узкий, но обязательно удлиненный. Хотя все клиенты просят по-разному. На безымянном пальце френч я нарисую в обратном порядке, потому что я буду втирать в него зеркальные хлопья, которые называют сейчас юбки. Чтобы не заляпать френч, я решила нарисовать его после втирки. Вторым слоем я дублирую сиреневый цвет, но очень-очень тоненько, не создавая ступеньку. И стараясь у линии френча не создавать каплю. Все отгоняем к кутикуле. Если цвета по типу волк очень плотные, то можно даже оставлять в один слой. Это только будет плюсом. Но если цвет немного плешивит, считаю, что нужно все-таки добавить второй слой. Я покрою финишем все ноготки, кроме безымянного пальчика. Также топом можно слегка выровнять ноготок. Такие красивые у меня элементы дизайна, что я даже растерялась, чем же мне посыпать мой безымянный ноготок. Но все-таки возьму эти зеркальные хлопья, которые называются юки, сейчас очень популярные. Хотя на баночке написано магические хлопья. Их можно наносить как на сухой ноготок, так и на липкий слой. Лучше это делать пушистой кистью, чтобы не нарушать текстуру хлопьев. Можно и пальчиком втереть, но хлопья такие тоненькие и невесомые, что под пальцем будут крошиться. Аккуратненько наносим на ноготок и заполняем его весь. Получается очень красивый бензиновый перелив, но честно говоря, текстура все-таки получается более ломкая. И мне кажется, что зеркальный пигмент в этом случае смотрелся бы более однородно и красиво. Но это уже дело вкуса. Появилась вот такая вот новиночка, поэтому я ее обязана попробовать. Щеточку убираю излишки хлопьев осторожно и заполняю зону френча цветом. Таким образом мы не испачкали его, что еще немаловажно, мы избегали лишних слоев финиша. Как в случае с зеркальными пигментами. И втирали в липкий слой самого цвета. Перекрываем пальчик финишем, также с небольшим выравниванием. Остальные ноготки мы уже перекрыли топом. И наш дизайн готов. Я очень довольна работой. Получился однородный блик без ступенек. И самое главное, тоненькие кончики без утолщений. Я уверена, этот метод мастерам пригодится. В классическом исполнении использовать не обязательно, но в цветном, мне кажется, это необходимо. Ставьте пальцы вверх, если это было интересно. Также можете присылать идеи, которые нужно проверить, работают они или нет. Всем желаю творческих успехов. До встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok